Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Эмили. И если вы кушаете, давайте кушать вместе. Сегодня у нас вот такие вот кутабики обалденные с зеленью. Также у нас здесь мацони, барбари, сок и все остальное. Разговор у нас сегодня с вами не очень приятный. Я хочу рассказать ситуацию, которая произошла буквально час назад. Точнее, я узнала про это час назад. Приступим. В общем, позвонил мне мой двоюродный брат, на которого как раз таки я работаю. И сказал, что Айка, не пускай твикса на балкон, у нас произошло горе. Я не сразу поняла, что произошло, почему горе, с чем это связано и так далее. Как-то до меня не дошло, если честно. Но потом двоюродный брат объяснил ситуацию, что произошло. В общем, я вам во влоге показывала кошечку Соню. Это кошка моего двоюродного брата. Помните, еще прикалывались, что вот жених Твикс. Это та, которая на меня агрессировала. И, в общем, вчера, я даже не знала. Жена двоюродного брата увидела в какой-то момент, что кошки нету. Начала искать тут, там. Потом, говорит, вдруг я увидела, что дверь на балкон открыта. Оно такая активная. Такая активная. Так вкусно. В общем, кошка упала с восьмого этажа. А эта высота где-то девять. У нас в новостройках высота потолков около трех метров. И вы представьте, вот восьмой этаж. Это для кошки очень высоко. Нашли они ее внизу. Она лежала, извиняюсь, в крови. Сразу отвезли к ветеринару. Ветеринар, естественно, сказал, что он ничего не может поделать. Нужно везти уже в какой-то центр. Что-то такое. Потому что дело серьезное. А там у него такого оборудования даже нет. На счет переломов. Нету никаких переломов. Но, возможно, внутреннее кровотечение, как сказал ветеринар. Приземлилась она на лапки. И очень извиняюсь, у нее вот здесь была кровь из-за рта. Почему я рассказываю? Возможно, вы знаете, что посоветовать. И в области паха. Разрез. Показал мне фотографии, я была в шоке. В общем, сейчас она жила, но она постоянно спит. Постоянно ничего не ест. Просто лежит, спит. Они стараются ее не трогать. Врач сказал, что то, что сейчас она жива, то есть это еще ничего не значит. Возможно, у нее внутреннее кровотечение. И в ближайший день она... Не дай бог, конечно. Вообще, кошка суперактивная. Например, ты ее не пускаешь на балкон, начинает мяукать, а начинает агрессировать. Я когда в гостях была, у кошки ни капли нету страха. Наоборот, она нападает на тебя. Вот такое вот несчастье приключилось. Будьте аккуратнее, моя хорошая. Я теперь Твиксу тоже слежу за ним. Чтобы никуда ничего... Мне кажется, для хозяев это огромное горе. Во-первых, человек начинает сам себя обвинять в этом. Что я не досмотрела. Я там еще что-то... Но, блин, я в гостях была. Она так просится на балкон, начинает мяукать, царапаться. Еще плюс она ходила на балкон к соседям. Прикиньте, там перила такие. У нас никогда такого не было, потому что мы всегда жили в частном доме. Ну, я погуглила. Там было написано, что оптимальная высота, с которой кошка может выжить, это с третьего до девятого этажа, в общем. Она может выжить. Но не факт, что выжили. Это все зависит от того, куда приземлилась. А у нас весь двор это просто питон. Там нет ни дерева, никакого кустика. Ну, посмотрим, как будет. Я решила еще заказать не только сетки в окна, но еще и сетки на дверь балкона. Потому что иногда жарко. Я открываю дверь от балкона. Мало ли, что может произойти. Они рассказывают. Однажды она увидела, как на подоконнике с внешней стороны сидит птичка. Она сидела на стуле и всячески пыталась там поймать. Всегда. И вот птичка резко так улетела. Она тоже подпрыгнула, бежит, бежит, бежит и бац, об стекло. А если бы этого стекла не было, она бы вот прям полетела бы оттуда. То есть немножко кошка тоже такая, знаете, своенравная. То есть такая достаточно конфликтная. Сложная кошка. Как вкусно. Обожаю кутапики. Вот я обожаю их. Хоть не моя кошка, знаете, все равно так прям обидно. я пошла к ним. Посмотрела на кошку. Но я, знаете, как дава, который едет в Казань на место стрельбы этого, психа этого. Пошла туда непонятно зачем. Вот чем я могу помочь этой кошке? Ничем. Просто пришла, посмотрела. Просто сердце разрывалось. Но она вообще не ест, понимаете? И мой вам совет. Если вы живете на высоких этажах, восьмой плюс. Берегите своих домашних животных. А кто сталкивался с такой проблемой? Чем вы лечили? Как вы лечили? Напишите, пожалуйста. Буду очень благодарна. Потому что они жутко переживают. И, возможно, информация, которую дадите вы, может, вы сталкивались. Или, возможно, вы врач-ветеринар. Вот сегодня везут на УЗИ. Просто ветеринар, у которого я делала кастрацию, они отвели к этому ветеринару. Многие, кстати, спрашивают его контакты. Я, честно, не могу дать контакты ветеринара, потому что я знаю, что каждый человек к своему животному относится как к ребенку своему. Ну, а вдруг что-то пойдет не так. Я кастрировала только Твикса. Я его так хорошо не знаю. Лучше вы сами найдите ветеринара, который, возможно, делал кастрацию, там, не знаю, вашим знакомым. Точнее, животным ваших знакомых. Так много кутапиков было, все село. Жирно. Слава богу, хотя бы переломов не было. Но, представьте, она упала и вот так вот лежала, пока они пришли. Ее забрали. Сейчас тоже, когда я ее видела, она просто лежит. Непонятно, она спит, вроде как дышит. Но то, что не ест животное, это тоже большой сигнал к тому, что все далеко не в порядке. Ну, посмотрим. Посмотрим, конечно. Я просто очень люблю животных. Если, не дай бог, такое произойдет с Твиксом, я себя буду очень жутко обвинять и корить долгие годы. Но у меня, знаете, у Твикса очень хороший характер, у моего котика. Он не агрессивный, не гиперактивный. Поел, посрал, поспал. Похож на свою хозяйку. Он покладистый. У него нету приступов вот этой агрессии. Поэтому даже не знаю, что сказать. У двоюродной сестры котик упал и умер. Точнее, у брата двоюродной сестры, у двоюродного брата. Ну, там и этаж был повыше. Там, по-моему, 12-й или 14-й. В общем, очень высокий этаж был. На этом все. Я доела до конца. Было безумно вкусно. Рецепт я обязательно вам оставлю в инфобоксе. Переходите, готовьте. Всех люблю, целую. Пока! Продолжение следует...